Всем доброго времени суток. Сегодня четверг, 8 декабря, и мы будем анализировать график акций компании Московская биржа. Перед вами месячный таймфрейм и скользящий средний Яма 200 и Яма 50. Хочу обратить внимание, что Яма 200 здесь нет, так как не хватает данных для ее построения. Что здесь можно сказать? Цена в последние годы довольно бурно росла. Это как раз совпало с сильным притоком частных инвесторов на биржу. И здесь произошел такой существенный отрыв от скользящей средней Яма 50, что походит на пятую завершающуюся волну. Потом мы ушли в коррекцию, пробив вот эту скользяшку Яма 50. Давайте измерим по сетке Фибоначчи весь рост. И видим, что мы подходим к коррекционному уровню 0.786. И с этих уровней акция активно выкупает. Но стоит ли ее здесь покупать? Я попробую раскрыть более детально. Если смотрите мои ролики регулярно, вы, наверное, уже поняли, что я даже с точки зрения технического анализа анализирую различные подходы и различные индикаторы смотрю, чтобы составить более полную картину. И опираться лишь на волновой анализ, лишь там на сетку Фибоначчи, либо только на индикатор RSI, я не сторонник. Поэтому все анализирую в совокупности. Цена от максимума до минимума снизилась в моменте на почти 64%. Учитывая, что сейчас происходит кризисное явление, это на самом деле не так много. Так как если сравнить даже тот же финансовый сектор, он может падать и на 80%, и на 90%. Это я уже как-то показывал на акциях Сбербанк. Но это был 2008 год. Год мирового финансового кризиса. В мире пока еще кризиса как такового нету. Но у нас вот на геополитике вот это снижение как раз сильное было. Поэтому, возможно, это еще не конец вот этой коррекции, если кризисные явления в мировой экономике будут дальше развиваться. Давайте посмотрим на какой-нибудь индикатор. Ну вот полосы Bollinger. Здесь мы в моменте на обвале в феврале ушли за границу этой нижней полосы. И уже долгое время как раз вошли в этот каналчик, да, нисходящий в рамках полос. И постепенно так снижаемся, снижаемся, и вот тут такой существенный отскок. Значит ли это, что падение закончилось? Я считаю, что нет. Так как вот эти вот полосы, точнее полоса, она показывает, что потенциал снижения, он есть. Теперь давайте возьмем сетку Fibonacci и измерим импульсы. Вот здесь мне только непонятно, где здесь первый, где второй. Ну это вот в плане волн. Вот представим, что вот это первая волна. Далее пошел откат и пошло ускорение обвала. Но даже здесь видно, что потенциал снижения, он есть. К уровню золотого сечения 1.618. Но еще можно воспринять как, да, с тенями, но вот это как первая волна. Потом откат и потом уже обвал. Это как раз то, что доема 50-й. Ну даже чуть ниже тут укольчик был. В этом случае что у нас? Золотое сечение на уровне примерно там 16 рублей. Что выглядит, ну прямо, довольно низко. Измерим это в процентах. Чуть больше 91%. Для финансового сектора в принципе нормально. Ну а это обновление лоев 13-го года, где акция и начала торговаться. И если мы говорим о том, что рынки часто ходят из зоны сильной перекупленности до зоны сильной перепроданности, то с точки зрения перепроданности потенциал он по полосе вот есть. И это как раз будет пятая волна снижения. Потому что вот, сейчас я включу волны Иллиота. Вот, например, первая волна, вот вторая, вот третья, там, например, четвертая и будет еще пятая. Ну и по коррекции. Здесь тоже все логично. А, Б, С. После пяти волн, вот этих глобальных, то что идет рост. Посмотрим, что у нас по индикатору RSI. Это индекс относительной силы. Здесь в моменте прям пришли в перепроданность, а так были вблизи. Произошел отскок. Но это, я считаю, ничего не говорит, потому что мы можем, как вот видим, здесь вот, когда мы входили в зону перекупленности, насколько мы выше вот этой линии уходили. А здесь еще такого вообще не было. А на истории здесь не с чем сравнивать от именно зоны перепроданности. Потому что кризиса как такового компания еще ни разу не пережила. И вот сейчас что-то похожее, да. Поэтому мы можем уйти дальше ниже, вот за вот эти линии, либо в боковике болтаться, а цена при этом будет снижаться. Это я наблюдал, ну, в течение многих лет, да, как эти индикаторы работают. Поэтому выключим RSI и начнем уже подводить итоги. Если мы говорим об обновлении лоев вот этого 13-го года и уход в моменте даже за границу вот этой нижней полосы, то я ожидаю цену в диапазоне от 35 до 15. А это где-то, ну, 92% снижения всего. Считаю, здесь довольно привлекательная зона будет для покупок. Ну, а сейчас это выглядит достаточно рискованно на текущих отметках покупать. Так как вижу, что цена еще может существенно снизиться. На сегодня все. Всем пока.